Всем привет! В эфире «Универ Ньюз». С вами снова я, Муту Гулина Гульфия. Сегодня в выпуске. Профессор из Лондонской школы экономики в КФУ. Лекция доктор наук Института изучения Израиля. Кто самый креативный учитель? Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в международном форуме Университета общества и будущее человечества. В ходе мероприятия был подписан меморандум о создании научно-образовательного консорциума Вернадский-Поволжье. Меморандумы о создании консорциумов были подписаны множеством регионов, в том числе и Республикой Татарстан. Казанский Федеральный Университет уже готов к работе, имея множество проектов актуальных, как для фундаментальной науки, так и в качестве продукта для трансферотехнологий. На базе Института международных отношений Казанского Федерального Университета прошла публичная лекция Джанет Хартли, специалиста по истории России. Подробнее в нашем следующем сюжете. 25 марта в стенах Казанского Федерального Университета состоялась лекция профессора Лондонской школы экономики Джанет Хартли на тему «Почему история России и история реки Волги?». Тема сегодня «Почему российская история для меня? Почему книга о Волге?» Это от меня, почему я англичанка изучаю в России историю, почему я думаю, что это самая интересная история в мире. Джанет Хартли является профессором Лондонской школы экономики, специалистом по истории России, в том числе по вопросам сравнения России и Запада с 17 века. Ею было написано 6 книг и множество статей по российской истории. Это, конечно же, очень удивительно, потому что педагог с огромным стажем, она на протяжении, наверное, всей своей профессиональной деятельности занимается изучением российской истории, изучением тех или иных процессов, которые связаны с возникновением России и с возникновением России, в первую очередь, как сверхдержавы. В своих работах она рассматривает как отличия, так и общие черты в истории России и западных стран. Россия, по ее словам, отличается своим социальным строем, политическим укладом и духовным развитием. При этом она не чуждая Европе, разделяя большую часть европейского культурного и интеллектуального развития. В Казанском федеральном университете прошла лекция доктора наук Института изучения Израиля. Темой стало сохранение памяти о страшнейших ситуациях в истории, массовых истреблениях людей по признаку национальности, социальной принадлежности и другим причинам. Подробности в нашем сюжете. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялась публичная лекция доктора социологических наук Американского института изучения Израиля и Московского государственного института международных отношений Алика Эпштейна на тему «Неважно какой-то национальности, неважно какой-то религии, человечность и спасение в годы Великой Отечественной войны и Холокоста». Выступление началось с темы «Конвенция предупреждения геноцида». Один из вопросов, который мы сегодня постараемся с вами понять, это что нам делать с этой памятью, почему это происходит и когда это происходит, что мы можем делать с этим. Потому что, понимаете, кажется, что есть какие-то международные правовые механизмы, которые могут защитить. Вот мы примем правильную конвенцию, мы примем правильную резолюцию и этого не будет. В рамках темы лекции Алик Эпштейн рассказал об истории возникновения почетного звания праведники мира и о различных случаях спасения людей, находящихся в опасности, таких как спасение евреев в Дании и в ауле Беслиней Карачаева Черкесии, где местными жителями были спасены 32 ребенка разных национальностей от наступавших немецко-фашистских войск. Другим вопросом был след в истории личностей, принимавших активное участие в спасении людей в подобных ситуациях. Артем Топичкин, Александр Юдин, Универньюз. Студентом вуза можно стать в любое время. Это в очередной раз доказывает нам Детский университет КФУ. Прошедшую субботу школьникам и участникам этого проекта довелось побывать в Качаловском театре и познакомиться вплотную с тонкостями работы актеров и режиссеров. Подробности далее. 23 марта свое очередное мероприятие провел Детский университет КФУ. На этот раз встреча прошла необычно. Детей познакомились с театральным искусством посредством наблюдения за генеральной репетицией спектакля «Приключения Тома Сойера и Геккельбери Финна», которую проводил художественный руководитель театра имени Василия Качалова Александр Славузский. Театр должен быть театром радости, убежден режиссер. И продемонстрированное на сцене подтвердило это высказывание. Мы стараемся быть искренними. У нас идет 5-6 спектаклей в репертуаре детских. Большую часть я делал, один спектакль у нас там идет Илья сделал. Мы с ними говорим на равных, потому что ребенок – это ведь зритель, взрослый. Он просто маленький еще по возрасту, но чувство правды, чувство искренней он всегда видит. Он всегда видит, когда его обманывают. Поэтому мы не обманываем ребенка, мы всерьез работаем. Мы для них делаем так же, как для взрослых, только, я даже думаю, еще лучше делаем. Одним из самых интересных событий репетиций стал рассказ о несостоявшихся американских гастролях, куда театр должен был поехать со спектаклем о Томми Сойере. Главная проблема была в кошке, а точнее в бутафорской дохлой кошке, которую по сценарию у себя в сумке носит Геккель Бери Финн. Руководительница американского театра, ярая любительница кошек, попросила не показывать эту сцену, но из песни слов не выкинешь. И в итоге гастроли не состоялись. Слушай-ка, Геккель, дохлая кошка, на что тебе? Как на что? Как на что? А бородавки сводить? Камиль Гемастинов, Ленардо Влитяров, Универ Ньюс. Многолетний опыт работы и большая победа, как признание профессиональных навыков. Историю Татьяны Даниловой, одной из лучших преподавателей года, расскажет Александр Кулалаев. Успехи учеников – это всегда предмет гордости для преподавателей, обучивших их. Вот и выпускники Елабужского института КФУ нередко радуют наставников своими достижениями. Очередной такой повод появился совсем недавно и связан с прошедшим в Казани конкурсом «Учитель года Республики Татарстан», по итогам которого в числе призеров оказалась учительница английского языка средней школы номер 9, города Елабуги, Татьяна Данилова. Все, собранные в этом году 500 участников, соревновались в разных номинациях. Татьяне, выпускнице факультета иностранных языков, удалось попасть в десятку лучших и победить номинации «Креативный учитель». В номинации «Креативный учитель» Данилова Татьяна Михайловна, средняя школа номер 9, Елабужского района. Испытаний было много, все они были сложные. И урок с незнакомыми детьми, и неклассное мероприятие, неврочное мероприятие, педагогический совет, метод-семинар. То есть все было непросто, мастер-класс. Но, тем не менее, самое главное – справиться со своими эмоциями, со своим волнением, победить самого себя. И потом уже достаточно было легко. Александр Куалаев, Айдар Нурмиев, Универньюз. 25 марта казанцы оказались во власти южного циклона. Обильные снегопады внесли свои коррективы в привычную жизнь города. О причинах такой погоды и когда она улучшится, вы узнаете прямо сейчас. Снег. Именно он стал причиной природного и дорожного коллапса 25 марта. Казанцы оказались во власти циклона, который пришел к нам с юга России. Обильный снегопад, начавшийся с утра, не только обострил ситуацию на дорогах, но и прибавил работы сотрудникам коммунальных служб. О причинах таких погодных условий и когда нас порадует настоящее весеннее тепло, рассказал заведующий кафедрой метеорологии Юрий Переведенцев. Когда циклон приходит с юга, они всегда приносят много снега, обильный снегопад и плюс сейчас же тепло. Поэтому снег-то не такой, как зимой, пушистый, легкий, а тяжелый, мокрый такой и очень такой, так сказать, плотный снег. Юрий Переведенцев также рассказал о летнем прогнозе, который традиционно составляет Гидромедцентр России Всемирному метеорологическому дню, утвержденному 23 марта. Стоит отметить, что точность этих прогнозов составляет всего лишь 60-70%, однако им хочется верить. Вот согласно этим прогнозам у нас практически все месяцы теплого периода, они будут в пределах нормы, за исключением июня и августа. В июне месяце ожидается определенная засушность в нашем районе. В августе, по прогнозам, ожидается повышение температуры выше нормы, то есть будет, по-видимому, и сухо, и жарко. Александра Закирова, Александр Юдин, Универньюз. Это были все новости на сегодня. Берегите себя. Пока-пока.